Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшнее моё выступление – это больше одной опытом той темы, которой я обрабатываю, занимаюсь анализом текста, интерпретацией, текста стилистской и эфиратурой. Мы будем в соответствии с научными организациями, с научными организациями, с научными учениями, с научными учениями, с научными учениями. Поэтому рассматриваемые варианты, аналитическая система позволяет существенно усовершенствовать процесс обучения чтения на китайском языке за счёт период кодов стандартных типов чтения, значимых из которых я никак не умоляю, к аналитическому, которое ориентировано на тренирование получаемых аналитических и инфекционных компетенций. Определение аналитического чтения очень нестандартное и для различных языков, которые вы видите на сайтах. Обучение данному виду чтения, кодовизации, так подчиняется, как поэтапность, пошаговость, поэкономизация, нацеливание на конечный результат, дозированность, практическая направленность, рефлексивная оценочная деятельность, отвечаем, управляемость с постепенным изменением уровня преподавателя в развитии обучения. Определение технологии я тоже беру самое стандартное, немножко скомпилирован из разных, но, во всяком случае, таких определений много, и можно это использовать в практике преподавания. В этом плане мы рассмотрим основные изменения той текущей, о которой я только что говорила. Итак, первое – это поэтапность. Поэтапность технического чтения по программе вузовского образования «Специальности иностранный язык» нужно быть расширен от 4 до 60 метров в рамках качественных опор и на качестве самостоятельной дисциплины, и разбивается на три этапа, которые отличаются задачами и текстового материала. Это пассивно-репродуктивный, условно-активный и самостоятельный этап. Пассивно-репродуктивный этап относится к разряду регулированных направленных этапов, и полностью проходит в аудиторийном режиме под руководством преподавателями. Для данных рождений выбираются короткие фабольные или проблемные в детстве. Условно-активный этап, в условно-разряду, частично регулируемых этапов, подразумевает работу с оригинальным, но малоформатным произведениями китайской литературы и опирается на знания, полученные в результате для сравнения вкуса в стилистике, лексикологии и китайской литературе. Самостоятельный этап, который обновляет нелегулированную и ненаправляемую деятельность обучаемых, и за данных этапов подбираются в театр термины на произведения современной китайской литературы без разряда к литературе. Такой подход возглавляет дополнительные технологии как дозированность материала, постепенность формирования умений, управляемость процессом и постепенное изменение нуля преподавателя в процессе обучения от организатора, носителя калонной информации и администратора, обладающего введением целей, до консультанта и организатора в дискуссии. Следующее дно – это пошаговость. В зависимости от текста пошаговость может быть логическая или тематическая. Логическая пошаговость универсиально и включая четыре диаметра. Или шагов. Первый шаг – на первом этапе студентам предлагается ответить на вопросы, связанные с представлением заголовка, автора и жанра для определения текста. Второй шаг – это работа с композицией текста. Третий шаг – это работа с проблематикой текста. Четвертый шаг – работа со стилистическими приемами и формулированиями. Тематическая пошаговость зависит от текста. Например, только сквозь синие линдзи можно анализировать и интерпретировать по традиционной китайской модели очень много протоколов, сроков можно найти на интернете китайских, источников совсем не в России. Так вот, можно анализировать по традиционной китайской модели, которая включает такие пункты, как анализ нежности, составление социального языкового портрета, динамику цвета лица, анализ ключевого слова «смел». Тематические и логические шаги по сути представляют собой микромодули, которые не только обгонуются финальные альфиме, но и позволяют как-то непродукционные в том числе и китайские подходы к изучению области в МНД. Например, известная анкета в отношении главного персонажа может быть составлена таким образом, чтобы она одновременно отражала содержание текста и имела реальную практическую значимость, а также учила студентов составлять и заполнять подобные анкеты. На самом деле, это самый фрагмент какой анкеты с дополнительной граффой, куда студент может внести личную информацию. Таким образом, решается личностно релевантная значимость подобных заданий. Для работы с композицией текста и про туманчику текста, который тоже очень широко представленным китайским источником, можно опираться на данный исполнение изумков, который получил в гран-при, который получил в гран-при еще в 2006 году, будучи 17-летним молодым человеком изумков молодых танцоров кубок версива и спивы . Такой подход не только в основном же подпоры для анализа структуры и сюжетного рисунка текста, но и позволит в большей мере развитие задержательной психологической составляющей главного персонажа. На самом деле представлены спиршоты танца, подражающие геннадику развития сюжетной линии поиски. Следующая цифровая технологическая цепочка это алгоритмизация действий, которая на пассивно-репродуктивном этапе реализуется в основном через обладение аналитическими стратегиями и специальными аналитическими клише, необходимыми для последующей интерпретации текстовой информации. Алгоритмизация действий позволяет решить проблему переноса постепенно формируемых аналитических интерпретационных умений в различные текстовые ситуации, что бывает упомянув всего ряда причин, таких как отсутствие обучающихся должного на поле дискуссивной лексики, неразвитность механизма когнитивного аналитического аналитического текста, психологический дискомфор связан с необходимостью реагировать на авторские интенсии. Сегодня я попробую показать фрагмент процесса порождения аналитического продукта в устной форме на первом репродуктивном этапе идеологизации и руководство процессов обучения со стороны преподавателя играет ведущий урок. Как я уже говорила, на первом этапе это должен быть короткий фабульный текст или стихотворение, 100 из которых зависит от уровня изголовной подготовки студентов. Начало аналитической работы текст должен быть причинно, переведенный или прискорен другими приемами, которые имеются в арсенале преподавателя, соответствуют нашим руках. Сегодня я подготовила текст-образец, первый абсад которого представлен на слайде. Это только первый абсад в объеме 86 знаков, чтобы показать, что для начального этапа обучения аналитики необязательно работать с неподобными аутентичными для начального этапа литературными произведениями, пусть даже малокром. достаточно иметь набор голодных сюжетных текстов, чтобы успевать быстрые аналитики в течение 1-2. В данном случае это сочинение китайского школьника из серии взял свежего и сон лент. Такой выбор определен тем, что, как любой продукт детского творчества, сочинение отличается действенностью, а не фактурной, а главное, аутентичной и при этом простой для понимания. Основные приемы работы в данном случае это направленная беседа, последовательно скрывающая пакетивные и лимфистические уровни текста. Это очень важно, когда студенты в наших курсах, а это принашиваемых у нас бакавриат идей летний. Это третий курс, но, может быть, сильная подготовка студентов, это второй курс, но, как правило, третий. Наш курс, как правило, опираясь на школьные аналитические и компетенционные умения, могут сформулировать мнения, выводы, они способны что-то описать на русском языке, могут пересказать лексику самого текста, но не могут грамотно интерпретировать его содержание на китайском языке, так как он войдет соответствующим манитивным аппаратом. Поэтому я предлагаю текст вместе с аналитическими вопросами, которые содержат уже инструктивные решения, которые в силу своей универсальности будут использованы для анализов других текстов и реализуют для этого принцип логических пошаговцев. На слайде вы еще раз видите эти шаги, давайте посмотрим, как они реализуются в реальной ситуации. Итак, первый шаг у нас был на данном этапе предлагается студентам ответить на вопросы, связанные с исправлением и на данном вопросе есть красные блоки, это аналитический блок, который универсальный для последующих текстов, и который содержит в себе уже часть ответа на поставленные вопросы. Поэтому на данном этапе важно обратить внимание вопросов так, чтобы ответы были заложены на формулировке. Легкость таких первых вопросов сомнительна, так как студент, который примет к учебному тексту ХВ, не всегда понимает правильность между понятием и ХВ, он может не знать соответствующие счетные слова, он может не знать наступающие тексты по способу сложения, и на третьем курсе, на втором курсе он утряется знать текстовый жанр и ступни изучающую филистику. Но если ответы на первые два вопросы общественные студенты не вызывают оправдений, то для ответа на вопрос на трех вопрос студентам, конечно же, нужна необходимая структурная кода в виде и так далее. То есть с студентами надо работать и показать, чем отличаются и какие жанры в принципе существуют для того, чтобы у них была возможность выбора и есть настоятельное определение жанров. Пронодалай называет этот этап дисциплинирующим, так как он является обязательным, и студент должен знать, что любой анализ начинается с представления текста. Но самое главное, этот этап позволяет студенту снять психологическое напряжение при ответе и уменьшить выполнение характера для начала ответа, потому что он уже открыл рот, и он уже начал говорить по-китайски, неважно что, пусть он говорит самые простые вещи, но он говорит по-китайски, это расслабляет студента, потому что, конечно же, отвечать резюме, анализировать достаточно тяжело. второй шаг – это работа с композициями. Соответственно, ответы на данный вопрос, то есть, начало нашего анализа, будет где-то, который вы видите на слайде, это . Ну, поговорим, и я думаю, что это действительно текстоважного аппарата пока это обрет. Следующий шаг, и второй шаг – это работа с композицией текста. Это работа с начало текста, завязка сюжета, завязка развитием и заключением. Вопросы можно услышать, допустим, . Здесь важен следующий момент. При работе с равными вопросами следует обращать внимание на вариативность формулировок во избежание повторов. Например, заменяем из устных и письменных форм . И надо обращать внимание, что часть ответов заложена в самих вопросах. Необходимо обеспечивать письменную фиксацию материала, поэтому я предполагаю для анализов текста более старшую я предлагаю известную понятку для того, чтобы они проработали теоретические единицы. сейчас у меня на парке сидят с кондомерами и с планшетами. Я говорю, в принципе, с письменной фиксацией материала в проблеме вообще . Но вернемся к нашим вопросам. Мы задавали ответы вопросы. Соответственно, при ответе в том, в том, представлено на слайде . Здесь очень важно обеспечить упомянутые исследования аналитических фишер, рассуждений и потребляющих цитатов. Поэтому нужно учить студентов цитировать текст. Для этого можно обеспечивать выражение фашута с цитами на слайде, в который студенты вставят в соответствующие цитаты и результат данной работы он представлен на слайде. То есть он может подкрепить мысль, которые сказали ранее, соответствующие цитаты, цитаты, он может ее прочитать, проговаривать. Следующий шанс это рождение проблематического текста. текста из завязки сюжета и антиципирования содержания логично задать ответ на вопрос. Если у нас последний вопрос, что ребенок не может заснуть, то соответственно текст написан первого лица не модифицируется как это принято у нас, а так указывается идея из данного текста. Поэтому остается и руководство если на тексте не появляется решение на тексте. а само ответы можно перейти к следующему абзацу в этом тексте на формации его награде с уроками и дополнительными заданиями занятиями которые ведут родители. В данном случае реальные подготовленные студенты знают что его вариант , но он будет полезен как дополнительная тема отражающая конкретно российских и китайских родителей в отношении будущего своих детей на которые можно построить интересные искусства. Следующий четвертый шаг это стилистически убеленные степки и формулировые выводы. Как видно в этом фрагменте для описания неба используются нержименные звуковые повторы которые подсчитывают красоту этого неба воздушного но недоступного мера и которые составляют антитету с одиночеством и мрачным настроением ребенка если не проходили то можно с ним работать. после обсуждения выразения на стороне текста для ответа на вопрос выразения выразения на шаг в шаг шаг в шаг выразения соответственно можно воспользоваться такими выражениями вернее общими фразами которые подтверждают и вводными конструкциями обобщающими отменить что язык данного акта очень лёго знаний тем более что в китайском языке есть арсенал средств которые можно использовать на пассивно репродуктивном этапе можно выразить примерами из текста показав и стилистические приемы но условно активно при самостоятельном этапе рекомендуется проводить стилистические анализы поэтому применительно в нашем этапе анализ уже увеличивается и текста не может иметь вид представлены на сайт оригинал оригинал текста красным цветом аналитические дискуссивные вещи а вместе все это и есть аналитический продукт аналитический продукт аналитический включает пересказ статистически это будет следующим образом аналитический исходный проблем он имел 86 знаков процитированного из этих 84 знаков аналитический причин занимает 79 знаков интерпретация 62 знаков что почти в 3 раза превышает первоначальный объем и как показывает опыт данное соотношение меняется в зависимости от этапов в сторону увеличения интерпретационной массы польза этапов работы с каждым текстом у студентов составляет аналитический клише который постоянно увеличивается и может использоваться для дальнейшей работы с текстовым материалом прогноз глоссария вы можете видеть аналогичную я сказала специально чтобы были другие обороты аналогичные крючеры достаточно редко встречаются в учебниках кроме того студентов не всегда используют аналогичным гуми аналогичным ручными гум Kasity поэтому зависимость от подготовки И далее, в результате подготовки студентов и его аналитические способности, а главное при дизайне, итоговый ответ может быть представлен либо в виде анализа с элементами пересказа, это высшего уровня оценивания, или пересказы с элементами анализа, это уже низшего уровня оценивания, то есть при таком подходе будет студент в общем, в принципе, не может хотя бы пересказать, он может, если это аналитический продукт, то есть, соответственно, и вложение, и оценка будет выше. Таким образом, он может здесь проработать, как я говорила, с элементом «смех» или с другим текстом, например, вот этот же текст по домашним созданиям, где ребенок может заснуть, вот в основном, как переложено ключевое слово, под, допустим, конный тему можно работать с ключевым словом «смех», который в трагедии отличается 13 раз, и чем серьезнее ситуация психологическая напряжение, чем больше, тем более осуществленно становится этот смех. Здесь то же самое, в основном, я выделила тот ключевое слово, которое отличается, которое видно, что без-за чего проблемы, психологические проблемы у ребенка, с этим тоже можно работать, ребята, это и другие, и очень любят с этим работать. Таким образом, технологизация процесса обучения аналитического учтения на китайском схеме обеспечит создание условий, позволяющих полной мере раскрыть аналитические и аналитические компенсации обучающихся, аформируемая аналитическая компетенция и интерпретационная компетенция будут синтезом когнитивного, лимбистического, коммуникативного компонента и проявятся в умении проводить такие операции, как прямокогнитивный анализ, направленный на выявление специфистной и инфицифистной текстовой информации, синтез, обобщение, сравнение, психифация, структурирование и другое. Работает для инфицирования, так и медленно. Спасибо большое. Спасибо.